Вы в курсе, что в этом году на благоустройство городов и станиц Краснодарского края потратят полтора миллиарда рублей? Здравствуйте, я Инга Габеша и на канале ФКТ «Время» о программе «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех жителей края. Итак, на этот раз тема программы – формирование современной городской среды. В этом году 70 населенных пунктов Кубани примут участие в реализации краевой целевой программы формирования комфортной городской среды. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил муниципалитетам своевременно подготовить документацию для успешной реализации проекта. Напомню, основная цель приоритетного проекта – создание условий для системного повышения качества и комфорта городских территорий в стране. Сама же краевая программа формирования комфортной городской среды реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Его исполнение обсудил президент России на одном из заседаний Госсовета. Участие в обсуждении принял губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев вошел в обновленный состав президиума Госсовета. Встреча прошла в виде неформального диалога президента и глав регионов. Вениамин Кондратьев также посетил университет Иннополис. Он специализируется на образовании в сфере информационных технологий, которые активно внедряются, в том числе и в современную городскую среду. Эта тема волнует каждого жителя страны, отметил Владимир Путин. Глава государства заявил о том, что необходимо вывести на качественно новый уровень строительства жилья, а также сделать города и поселки более комфортными. За шесть лет будут обновлены свыше 30 тысяч общественных пространств. Парков, скверов, набережных, прогулочных. Тоже очень важная сфера деятельности. Особенно хочу обратиться сейчас к руководителям регионов, коллегам из регионов. Сейчас представители Общенародного российского фронта обратили внимание на очень простую вещь – на окраины. Даже в успешных крупных мегаполисах порой забивают о людях, которые живут на окраинах городов. Давайте мы вернемся к этой проблеме. Так называемые спальные районы, они должны быть не только обеспечены социальной инфраструктурой, детскими садами, больницами, поликлиниками и так далее, но и общественные пространства должны быть человеческие, современные, отвечающие требованиям сегодняшнего дня. Краснодарский край третий год подряд принимает участие в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». За это время в регионе благоустроено больше 300 объектов. В текущем году финансирование программы составит около 2 миллиардов рублей. Проект по формированию комфортной городской среды рассчитан до 2024 года. При поддержке федерального бюджета на Кубани планируют привести в порядок свыше тысячи общественных территорий. В прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на Кубани благоустроили порядка 150 дворов и 30 общественных территорий. Сумма выделенных средств также составила полтора миллиарда рублей. 1 миллиард 330 миллионов власти направили на благоустройство поселков с населением от 1 тысячи человек, а на благоустройство городских парков малых городов с населением до 250 тысяч человек – 25,5 миллионов. Комплексное развитие городов регулярно обсуждается в краевой столице, в том числе в рамках Всероссийского форума, который посвящен именно этой теме. Речь шла о реализации национальных проектов и программы «Комфортная городская среда» на территории регионов. Пол предпрезидента поприветствовал участников форума и отметил, что благодаря программе благоустройства скверы и парки в разных точках страны обретают новый облик. И все это не без помощи жителей, ведь именно их мнение учитывается при выборе территории. В среднесрочной перспективе нам предстоит решить немало задач по дальнейшему комплексному и сбалансированному развитию городских поселений, поставленной главой нашего государства. Будут решены существенные экологические проблемы в городской агромерации, вопрос обеспечения граждан жильем, созданы необходимые условия для культурных и гражданских инициатив, развития бизнеса, существенно повысится качество государственного муниципального управления. В свою очередь Вениамин Кондразев поблагодарил правительство за решение продолжить программу по формированию «Комфортной городской среды» до 2024 года. В край продолжают благоустраивать парки и скверы не только в крупных городах, но и в отдаленных станицах. Несколько лет назад краевые власти изменили подход к строительству квадратных метров. Вместо точечной застройки – дома с социальной инфраструктурой. Коллеги, три года назад мы изменили подход в градостроительной политике нашего края. Мы ушли от точечной застройки, мы перешли к комплексной застройке. И поверьте, что нам пришлось услышать от строительного бизнеса, это не лучшие правые слова, но мы понимали, что точечная застройка, она не приводит к качеству жизни. И сегодня у нас принцип один, прежде чем застройщик переходит к освоению того или иного массива, именно массива, он показывает, какое количество школ, детских садов, парковок необходимо для того, чтобы не только построено было это жилье, но и жизнь в этом микрорайоне появилась. Конечно, должны быть принципы, правила. Эти правила, конечно, должны вырабатываться, приниматься в виде законов, подзаконных актов и неукоснительно соблюдаться. И я уверен, каждому здесь сидящему есть что сказать. И в целом выработать одну общую позицию, которая позволит нам быть вместе, отстаивать интересы регионов, представители которых сюда приехали. Это нужно для того, чтобы жизнь и в отдаленных уголках наших регионов, и в краевых центрах была комфортной. После пленарного совещания на форуме открылись тематические дискуссионные площадки. На них рассмотрят проблемы как крупных мегаполисов Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи, так и небольших городов, например, Армавира, Абинска и Ейска. А вот новый генеральный план Краснодара уже готов. Об этом рассказали его разработчики и специалисты из Петербургского научно-исследовательского института. Приятный вид на реку, как гарантия дорогих квадратных метров. Видимо, поэтому застройщики так активно борются за земельный участок на улице Парусной, который расположен в живописном месте на берегу Кубани. Сегодня сюда приехали краснодарские общественники вместе с губернатором. Неравнодушные жители переживают, что одна из компаний пытается получить разрешение на возведение здесь многоэтажек, несмотря на то, что территория находится в водоохранной зоне. Давайте исходить из того, что мы можем сделать сегодня. А схемы, они запущены и в 9, 10, в 11, 12 годах. Схемы запущены. Схемы для того, чтобы эти территории были максимально застроены так, как кто-то хочет, но не горожане. Вот в чем вопрос. И мы сегодня, конечно, должны воспрепятствовать тем, кто хочет свои эти схемы, планы, в кавычках, реализовать. Но давайте делать то, чтобы, еще раз подчеркиваю, они реализовали свои замыслы. Те, кто сегодня максимально хочет забрать у горожан оставшиеся зеленые зоны. Вот возможность, где можно построить эти парки. Одним местом активисты, конечно, не ограничились. Главе региона и мэру Краснодара показали еще несколько болевых для жителей точек. Болгарский остров находится через реку напротив микрорайона гидростроителей. Для города с его бетонными джунглями это место может стать отличной зоной отдыха. Правда, неизвестные, по словам общественников, вырубают там деревья. Чтобы остановить уничтожение зеленой территории, Вениамин Кондратьев предложил придать ей особый статус. Это место и все места, которые, возможно, еще не застроенными, сделаем особо охраняемые природные территории. И пусть попытаются потом воевать. Когда эта особо охраняемая природная территория, я уверен, станет на защиту этой территории весь город. Но мы должны помочь горожанам юридически защитить их зеленые зоны. Помочь горожанам, еще раз подчеркиваю, юридически защитить все зеленые зоны. Парки, скверы, острова, прибрежные вот эти все сегодня массивы. Вот это стратегическая моя задача и ваша. Как пример того, что особый статус действительно отбивает желание вырубать и застраивать зеленые зоны, сквер пограничников. Охраняемой природной территорией местного значения он стал в 2016 году. Сегодня это одно из самых любимых мест отдыха горожан. Ну, хотелось бы, конечно, еще, чтобы в сквере были установлены новые скамеечки, мусорницы. И, конечно, хотелось бы, чтобы было больше цветущих газонов. Сквер благоустроят в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Мэр Краснодара показывает губернатору разработанный дизайн-проект. Здесь заменят тротуар, установят новые скамейки и построят детскую площадку. Объективно красивый монумент. Красивый монумент, сквер явно комфортный. Но есть нюансы. Где появляется красота, там появляются вот эти так называемые лоточники, понимаете, которые явно пытаются вклинить свои вот эти вот шашлычные, вы правильно говорите, или павильончики, для того, чтобы что-то там щипать. Ну, ребят, хватит. Другой уже сегодня Краснодар. Я уверен, и должен стать другим. На данный момент в Краснодаре сформирована 101 зеленая зона. В этой работе местным властям активно помогают сами жители. После объезда по городу губернатор, мэр и общественники сели за стол переговоров. Такие встречи стали регулярными. Одна из самых дискуссионных тем – озеленение. Не только краевой столицы, но и по всему региону. По особо охраняемой природной территории. В целом касается всего края. Готовьте все необходимые обследования и документы, которые необходимы для того, чтобы было поставление губернатора о создании особо охраняемых природных территорий. И лучше я подпишу и наложу ограничения. Границы особо охраняемой природной территории. Но границы должны появиться только в интересах жителей. И Туапсинского района, неважно, Краснодара возникнут в интересах. То, что я сохраню территорию для этих городов и для всего края. При этом учитывать необходимо не только мнение различных экспертов, но и самих жителей, которые явно не пожелают родному городу плохого. Мы разработали концепцию водно-зеленого каркаса города, способного регулировать микроклимат города в том числе. И нам бы хотелось, чтобы это не просто закрепленные зеленые зоны, перспективные зоны, А все-таки это было сделано с точки зрения регулирования микроклимата. Вы знаете, что в Краснодаре, к сожалению, массовая застройка не дает возможность проветривания города. Все предложения по созданию комфортной городской среды должны быть закреплены в генеральном плане Краснодара. Его новая версия как раз разрабатывается. За проект взялись специалисты из Санкт-Петербурга. А зеленить город – одна из ключевых задач. Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования недостаточно. Она составляет 2,6 метров квадратных на человека, при норме 16 метров квадратных на человека. Поэтому генеральный план будет нацелен на то, чтобы достичь нормативной обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в первую очередь, зелеными насаждениями. Теперь важно не затягивать со сроками разработки самого документа. Без генплана мы жизнь останавливаем строительную. Это тоже невозможно. Генплан – это строительная конституция. Мы не можем остановить жизнь. Поэтому нам нужны темпы. Исходя из принципа, как по зеленым зонам, надо быстро его принимать, но жестким, конкретным генпланом, который позволит нам уже развивать Краснодар. Развивать, но в тех рамках, в тех параметрах, которые обеспечат развитие современного комфортного города. Вот что нам сегодня нужно. Быстрее успеть заложить. Вот такой город. Эксперты из культурной столицы заверили, что для Южной работу над генеральным планом завершат к концу года. При этом за всеми изменениями можно следить онлайн на сайте генпланкраснодар.рф. В юбилейном же микрорайоне Кубанской столицы открыли аллею в честь образования 80-летия Краснодарского края. Она появилась на территории, которая планировалась под многоэтажную застройку. Еще год назад там был котлован, а сегодня зеленые ели и деревья. Проложена тротуарная плитка и построены детские площадки. На церемонию открытия приехал губернатор Вениамин Кондратьев, а также мэр Краснодара Евгений Первышев. Вместе с жителями микрорайона они прогулялись по новой аллее. Несколько месяцев жители юбилейного микрорайона следили за тем, как участок перед их окнами приобретал новый вид. На набережной постепенно появлялись изящные лавочки и детские площадки. Вместо натоптанных тропинок теперь тротуарные плитки и велодорожки, а также около двух тысяч кустарников и деревьев самых различных видов. Именно так себе и представляли зону отдыха жители микрорайона. Мы рады. Я житель этого юбилейного микрорайона более 20 лет. Вы не представляете, что это зона отдыха около реки. Город выходит прямо к реке. Это здорово. Мы тут все очень рады. Давно ждали открытия сквера. Да, Ален? Да. Дети любят, теперь бегают. Здесь большая площадка с корабликом, любимая у детей. А ведь на этом месте вместо зеленого парка на берегу реки мог появиться очередной жилой комплекс. Ведь здесь планировалось строительство многоэтажных домов. Узнав об этом, жители сразу забили тревогу. Люди обращались за помощью во многие инстанции. Дошли даже до губернатора. И тогда дело сдвинулось с мертвой точки. После долгих судебных тяжб земельный участок был передан обратно в муниципальную собственность. В марте прошлого года в рамках выборов приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за проект «Аллея образования 80-летия Краснодарского края» проголосовало больше 48 тысяч краснодарцев. В том числе Татьяна Захарова. Она была одной из тех, кто с самого начала следила за ситуацией и, как другие жильцы, радовалась изменениям. Вы знаете, почувствовали уже уверенность в том, что это состоится. В том, что уже вопрос решен. Когда уже прошло голосование, мы уже успокоились и, честно говоря, ждали. Но мы не просто ждали, мы чем могли, тем помогали, чтобы увидеть ту красоту, которую сейчас мы уже видим. На церемонию открытия аллеи приехал Вениамин Кондратьев вместе с мэром Краснодара Евгением Первышовым. Глава региона поблагодарил жителей за активную позицию и помощь в создании парка. Ведь именно благодаря их поддержке на этом месте появилась новая зеленая зона, которая станет местом притяжения для всех жителей кубанской столицы. Уверен губернатор. Количество жилья, оно растет. Но важно не количество жилья, не количество квадратных метров, а то, чтобы в этом жилье жизнь поселилась. Жизнь комфортная, нормальная для людей. Сегодня с нуля. Это зеленая зона, аллея, сквер созданы. Я считаю это очень важно для того, чтобы жизнь в Краснодаре становилась комфортной. Я хочу поблагодарить еще раз вас за вашу активность, за вашу жизненную позицию. Потому что если бы не ваши активные действия, то здесь вместо зеленой архитектуры мы бы имели архитектуру и стекла, и бетона. Хочу поблагодарить мэра Краснодара за тоже принципиальную позицию, за то, что в короткие сроки максимально приступили к озеленению этого участка. И пожелать, чтобы, конечно, таких скверов, таких аллей, таких парков, я надеюсь, и парков, тоже в Краснодаре становилось все больше и больше. После торжественной части глава региона вместе с мэром и горожанами прогулялся по новой аллее. На территории участка провели берегоукрепительные работы, обустроили спортивные площадки, а также возвели скейт-парк. Местные жители и сами помогали. Все вместе высаживали на субботниках деревья. Первые, кто уже облюбовал новую аллею, конечно же, дети. Самые маленькие жители микрорайона, несмотря на морозные погоды, побежали качелям и каруселям. Вы здесь живете? Да. Как вам площадка детская? Да. Пока маленькие, деревья маленькие. А пройдет совсем немного времени, будут деревья большими, и вы будете большими. И потом своих маленьких деток сюда же приведете. Уже будет тенистый, ветвистый, красивый очень парк. Так? Да. Новая аллея расположилась вдоль реки Кубанит, Рождественской набережной до Платанового бульвара. Общая площадь 4,5 гектара. И это только первая очередь зоны отдыха. В дальнейшем она увеличится больше, чем в два раза. Теперь благоустройство ожидает та территория, которая еще скрывается за забором. При выборе территорий, предлагаемых к благоустройству, учитывается мнение жителей. Они вносят свои предложения и участвуют в обсуждении. Объекты городской среды, которые благоустроят в этом году, уже определены. Голосование проводилось в 66 населенных пунктах. Голосование проводилось в 66 населенных пунктах. Работы будут идти в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», рассказал журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев. Важно, что люди выбирают не просто свою улицу или прилегающую к ней территорию, а большие общественные пространства, которые будут доступны всем жителям населенного пункта. Благодаря участию в федеральном проекте нам удается не только привести в порядок многие зеленые зоны, но и создать их с нуля. Всего за два года участия в проекте мы привели в порядок 317 объектов. В 2019 году в проект, например, включены 6 скверов в Краснодаре. Также благоустроят зеленые зоны в Новороссийске и Армавире. А в Абширонске приступят к реконструкции парка «Юность». Облагораживать будут не только крупные города, но и отдаленные станицы и поселки. Всего на благоустройство в регионе в текущем году направят около 2 миллиардов рублей. Напомню, на реализацию краевой целевой программы формирования комфортной городской среды в этом году выделено 1,5 миллиарда рублей. Средства заложены, а от самих жителей требуется лишь активная позиция. И любовь к своему городу и району. На этом я с вами прощаюсь. Будьте в курсе всех событий своего города и края. В студии была Инга Габешия. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова